Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 19 главу. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Орданскую стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Видим, что в 18 главе мы, как с вами читали, Христос сотворил множество чудес. И, как мы говорили с вами в предыдущих встречах, чудеса творятся не ради самого чуда, ради чуда, а ради исцеления людей, ради того, чтобы облегчить их страдания. Далее видим, что Христос выходит из своего города, как об этом сказано, из Галилеи, и идет в Иудею через Зайорданскую стороной, то есть проходит по другой стороне реки Ордана. Если здесь Иудея, то есть визуально представить карту, то на другой стороне Иордания. И, как говорится во втором стихе, что за ним последовало много людей, и он исцелил их там. То есть исцеления продолжаются, Христос помогает людям, облегчая их страдания и болезни. И далее в третьем стихе, как мы прочитали, видим, что приступили к нему снова фарисеи. Это, можно так сказать, когорта, она всегда преследовала на протяжении всей жизни Господа и Спасителя Иисуса Христа. И смыслом следования за Христом, этой фарисейской толпы, она состояла только лишь в одном, чтобы найти, в чем упрекнуть Христа. Потому как он мешал им, он мешал той отлаженной машине фарисейского толпунтического исповедания, которую они уже запустили, которая приносила им достаточно хорошие доходы, как доходы, так и власть, так и авторитет. И тут вдруг пришел тот, который обращается к закону, пророкам, тот, который они видели, что он не учился, как они его упрекали, откуда у него эти слова, мы знаем, чей он сын, Иосифа, Марии. И вот они снова подходят к нему и задают ему вопросы, и евангелист Матфей неслучайно обращает на это внимание, вставляя здесь эту фразу. Он говорит так, «Искушая его, говорили». То есть они задавали ему вопрос, не чтобы получить ответ, а чтобы таким софистским своим приемом, то есть софисты, это было такое направление в греческой философии, когда вопрос ставили не чтобы получить ответ, а лишь бы его задать по своему тщеславию, загнать как бы человека в угол для того, чтобы он не смог на него ответить. Как-то говорил, что такое бывает часто в аудиториях, в студенческой аудитории иногда говоришь какую-то лекцию, например, там православие или патриотизм, или отрекалась ли наука от Бога. В тени часа была лекция сказана, и вдруг в конце там где-то аудитории, когда ставится время на вопрос и ответ, поднимается рука, и человек задает тот вопрос, о котором говорилось в течение всего часа. Так и хочется сказать, а где ты был? Действительно, иногда люди сидят в аудитории и лишь формируют вопрос, чтобы блеснуть своим каким-то формулировкой вопроса перед своими студентами или перед тем обществом, в котором они находятся, не ради того, чтобы получить ответ, а опять же по тщеславию. Так и фарисеи. Они задают вопрос Христу, который уже задавали, и мы с вами его рассматриваем в Нагорной проповеди, где Христос говорит непозволительно человеку разводиться с мужем, женой своей, только кроме вины и прелюбодеяния. И здесь они задают этот же самый вопрос, для того, чтобы увидеть, а как ответит Христос, будет ли он ссылаться на закон, может быть, он забудет то, забыл о том, о чем он говорил ранее уже. Поэтому Евангелист Матфей так и говорит, подходили, спрашивали, искушая его. Им был неинтересен ответ, лишь бы найти, за что зацепиться, чтобы обвинить его. Христос им повторяет, в общем-то, ту заповедь, которая записана в законе Моисею, вот во второзаконе 24 глава, как мы видим, она описывает, как регулировать в ветхозаветном Израиле отношения между мужем и женой. И тогда Христос им говорит, что отвечает им, несмотря на это, он знает, что они его искушают, но он сказал им в ответ, потому что говорит не только для тех, которые его искушают, но отвечает и для тех, которые слушают. Вокруг уже есть и другие люди. И он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворившие вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут два одной плоти. И говорит, что Бог сочетал, того человек да не разделяет. Апостол Павел об этом говорит в посланиях, что сравнивает отношения Христа и Церкви. Вся книга «Песнь-песни» в общем-то говорит об этом, что Христос глава, а Церковь — это его тело. Послание апостола Павла Колосиным, 1 глава, 17 стих. Так и здесь он говорит, что Бог сочетал, того человек да не разделяет. То есть Христос, когда мы помним с вами крещение. Вот вспомните слова в святом крещении «Сочетоваешься ли Христу?» Человек говорит «Сочетоваюсь». «Сочетоваешься Христу?» То есть такие же мы слышим с вами и слова, когда, например, при венчании. «Сочетовался ли?» «Сочетовался». То есть вот эти вот близкие отношения, глубокие, они между Церковью и Христом, между мужем и женой. Поэтому говорит Господь, что человек соединил, что Бог соединил, того человек да не имеет право разлучить. И мы говорили с вами об этом, что Христос говорит о том, что только есть одна причина, есть вторая причина, есть третья причина, это уже из церковного предания. Первая причина, когда имеет место того, что брак может распаться, это смерть одного из супругов. И когда человек становится вдовцом или вдовицей, то может выйти замуж, и здесь не будет греха. Но если остается целомудренный и посоветит свою жизнь Господу, тоже будет хорошо. Но если и выйдет, то не согрешит, и женится не согрешит. Вторая причина — это прелюбодеяние, супружеская измена. Супружеская измена. Если она есть, то тогда, я говорил, снова повторю, то, что кто-то там что-то сказал или какие-то подозрения возникли, это не причина для развода. То есть, например, супруга подозревает, что муж изменяет ей. Или наоборот, муж подозревает, что где-то супруга задержалась, и почему-то ее нет. И вот это причина для развода. Нет, должно быть два-три свидетеля. А так всякие слухи, наветы, есть злые языки. Может, кто-то хочет разрушить брак людей, которые любят друг друга и будут специально сплетничать, дабы занять место, например, стать самому, развести людей. Есть такие вещи. И самому стать женой или мужем того, с кем они хотят развести эту семейную пару. Поэтому два-три свидетеля. Нельзя верить слухам. Нельзя доверять. То, что касается людям чужим, людям непонятным, какие они преследуют цели, вина при любого деяния должна быть доказана. И другая история или другое, скажем, это уже церковное прещение. Это когда есть крайнее сумасшествие. Там и груза жизни семьи. Например, человек сошел с ума, и он угрожает семье, неизвестно, что от него ожидать. Тогда может жена расстаться или муж расстаться с такой женой. Вот это три основные. Более, в общем-то, причин никаких нет. Так и пишет Ироним Стридонский, блаженный. Итак, что Бог сочетал, цитата, того человек, да, не разлучает. Бог сочетал мужчину и женщину в одну плоть. И ни один человек не может этого разлучить. Разве только Бог. Но человек разлучает, в кавычках, когда мы отпускаем первую жену и желание иметь другую. Это неправедный развод. Бог же, который и сочетал, разлучает, когда ради служения Богу имеющие жен должны быть, как не имеющие. 1 Коринфянам 7, 29. Это конец стат. Ироним Стридонский здесь говорит о том, о чем мы прочитаем ниже. Итак, 7 стих. «Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, что разведется женой своей низа, вины прелюбодеяния, женится на другой, тот прелюбодействует. И, женившись на разведенной, прелюбодействует». То есть мы видим, что Христос достаточно строго здесь говорит о вторых, втором и третьем, может быть, браке, который допускается вообще в церковных канонах, допускается не более трех. Все остальное считается уже, ну, свинство. Мы знаем, что иногда императорам, например, Иоанну Грозному позволялось на рассмотрение собора, позволялось жениться в четвертый раз. Но он писал специальное прошение, не ради похоти плотской, как он сам писал в своих письмах, но ради чадородия, чтобы был наследник. И тогда собор дал ему такое разрешение и также процитировал слова. Не ради похоти, но ради того, чтобы было наследство. Во всех других случаях это все очень, да, здесь нужно быть осторожными. Сказано, женяющийся на другой, тот прелюбодействует, и женяющийся на разведенной прелюбодействует. Но если вдруг, скажем, человек по своей слабости или по своему такому незнанию каких-то заповедей Божьей совершил уже такие грехи, что же ему теперь делать, если он женился, скажем, на разведенной? Что же ему теперь разводиться с разведенной, если он прочитал эти слова, кто женится на разведенной прелюбодействует? Конечно, нет. Прелюбодеяние — это не акт, который продолжается. Не сказано, кто живет с разведенной, а сказано, кто женится. Поэтому это не акт, который продолжается теперь всегда. В покаянии человек, принимая это, если это и произошло, то вспомнить надо 50-й псалом покаянной царя Давида. Тот псалтырь, который мы читаем, который используется на богослужениях. Он и прелюбодействовал с Версавией. Он и к Урию своего лучшего друга отправил военные действия, заведомо зная, что он погибнет. Но он же, он же, покаянными слезами на протяжении всей жизни, на протяжении всей жизни просил у Бога прощения. Поэтому если кто-то из нас совершил подобный грех, женился или вышел замуж разведенный, по своему малодушию, маловерию или незнанию заповеди Божией, будем помнить, что не надо теперь дальше там разводиться или что-то еще делать, надо теперь жить достойно имени христианина и не совершать грехов, а каяться в этом и соединяться по милости Божией со Христом. Далее сказано, говорят ему ученики его, 10 стих, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Действительно, они привыкли в иудаизме раздавать письмо разводное, вот как здесь сказано в 24 главе в книге «Второзаконие», если кто возьмет жену и сделает с ее мужем, а она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит к ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, даст ее в руки, отпустит ее из дома его, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, и там дальше регулируется отношение. То есть тогда они так ему скажут, как же Моисей заповедовал, и Господь говорит, что по какой причине, по жестокосердию, говорит, вашему, потому что вы настолько уже очерствели сердцами, что вам не угодишь, и это вам плохо, и то плохо. Он указывает, почему была дана такая заповедь. Далее говорит, Говорит 11 стих. «Он же сказал им, не все вмещают слово «сие», но кому дано?» 12 стих. «Ибо есть скопцы, которые от чрева матери родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного, кто может вместить да вместит». Вот эти очень важные слова, кто может вместить да вместит. Кто такие скопцы? Скопцы — это люди, которые не желают вступать в брачный союз и в брачные, ну, сексуальные отношения. С такими скопцами есть скопцы три, как бы, категории, которые здесь указывает на которые Господь. Первый — это те, которые родились таковыми. То есть люди есть такие по природе, они данные им Богом, которые, в общем-то, не имеют какого-то такого вот влечения к противоположному полу. Это такие родились, то, что называют людей, такие фригидными. Есть те, которые оскоплены от людей, то есть они ради каких-то человеческих амбиций не хотят вступать в брак с лицами противоположного пола. И есть те, которые оскоплены для Царствия Божия. Это те, которые дают обет безбрачия ради служения Богу. И первые, и вторые не получают никакой награды. Те, которые по природе склонны к тому, что у них нет такой страсти, они получат за эту награду. Потому что Бог им уже ее дал. Она у них уже есть. Но Он ее дал для служения Ему, но они употребили это просто для своего желания безбрачия или своего, может быть, какого-то даже комфорта, который они в этом находят. Те, которые от людей, это люди, которые просто не вступили тоже по каким-то своим человеческим амбициям. А кто для Царствия Божия, это те, которые дали обет безбрачия дабы служить Богу. Помните слова Симеона Нового Богослова. Он говорит, «Всякое добро, не сделанное добрым образом, не есть добро». То есть все, что не сделано во имя Христа, нет человеку в этом никакой пользы. Как ни в этом жизни, так и в жизни будущего века. Есть такая история в Древнем Патерике, когда игумен одному священнику, монаху, сказал, чтобы он крестил после оглашения, которое там проходили, одну девицу. Она была очень красивая. И когда он ее увидел, а тогда крестили так, что человек должен был раздеться полностью, то есть со снятием одежды, потому что крестили погружением, полным погружением. И он сказал, «Ава, избавь меня от этого, я не могу, она очень красивая, я боюсь за себя, что со мной может произойти?» Тогда он сказал, «Нет, послушание тебе, крести, брат, молись, чтобы Господь у тебя эту страсть утихомирил». Но в день крещения этот священник-монах убежал в пустыню и начал там молиться Богу, чтобы Господь избавил его от этого послушания. Заметьте, чтобы Господь избавил его от этого послушания. Ему явился ангел, перекрестил его ниже пупа и сказал, «Все, у тебя больше этого влечения не будет никогда, но ты молился не о том. Надо было молиться о том, чтобы исполнить послушание и побороть страсть, а ты молился о том, чтобы тебя Господь избавил от послушания. Поэтому теперь венца ты не восхитишь. А если бы ты переборол эту страсть и помолился о том, чтобы Господь тебе дал силы и укрепил тебя, ты бы получил венец. Поэтому человек получает от Бога награду не тогда, когда у него есть что-то уже, склонность какая-то по природе, например, любостяжание, там нет у человека по природе, или зависть, нет у человека по природе, но только по натуре. Ему уже Бог это дал. Но тот, который преодолеет эту страсть с помощью Божьей, тот получает венец. Поэтому здесь Христос так все это им по полочкам, скажем, и для нас, и для них раскладывает. «Тогда приведи к нему детей, чтобы он возложил на них руки и помолился, а ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал им, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное, после этого мы видим, что здесь исцеление, потом фарисеи подходят, теперь детей к нему приносят, но ученики возбраняют. Они говорят, не утруждайте учителя, но Христос говорит им, «Не препятствуйте приходить детям», возложив на них руки, как сказано, «пошел оттуда». То есть Христос говорит, «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Здесь сам образ вот этих детей, которых приводили к Христу, он очень показателен, и они как бы дети ставятся в пример. Вот приходят фарисеи со своими ненужными вопросами, вот приходят дети с душою простою, которая еще не может в полной мере слову не завидовать, не вожделяться на лиц противоположного пола, не иметь корысти, какой-то зависти, выгоды, и поэтому здесь такое соотношение. Вот они фарисеи, которые ищут своего, вот Христос им говорит, что всякий, ищущий своего, ничего не получит, а только ищущий Царствие Божие. И вот они дети. Поэтому он говорит, «Не препятствуйте им приходить ко мне, но сам отходит оттуда». И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что делать мне доброго, сделать, чтобы добро, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог». «Если же хочешь войти в жизнь, вечную соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус сказал ему, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай от своей мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах и приходи и следуй за мной». Услышав слово себе, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Кто же может спастись?» Иисус воззрел и сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Им это известная история о богатом юноше, который подходит к Иисусу Христу, и мы заметим, он не называет его Господи, он не называет его Спасителя Иисуса, он не называет его Христос, помазанник, он называет его Учитель. То есть в переводе на иврите это Равин. Таких Равинов было много. И поэтому Христос ему возражает и говорит, «Что ты называешь меня неблагим, никто не благ, как только Бог». Он не видит... Почему Христос так ему отвечает? Потому что этот богатый юноша не видит во Христе своего Спасителя и Бога. Поэтому Христос ему отвечает, «Что ты называешь меня благим, никто не благ, как только Бог». Будучи себя свитцем, он видит, что он его признает как-то еще за одного учителя народа израильского. И тогда ему говорит, в общем-то, для того, чтобы достигнуть Царствия Божьего, есть путь возделывания заповедей Божьих. И перечисляет ему закон Моисеев, прелюбодействие, не крадение, лжесвидетельствия. Этот человек говорит, «Я все исполнил в своей жизни». Возможно, это горделивое такое высказывание, но возможно. Действительно, он старался жить по заповедям Божьим. Но одно ему мешало увидеть во Христе Бога, это его богатство. Когда он сказал, что он исполнил заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя, здесь он обманул сам себя. Если бы он эту заповедь исполнял возле ближнего твоего, как самого себя, то он не пожалел бы богатства своего, чтобы поделиться этим богатством, насколько это возможно. А Христос здесь говорит, даже не настолько, насколько это возможно, а раздай, потому что это богатство ослепляет тебя. Ты за этим стяжанием, за любостяжанием не видишь спасения и жизнь вечной. Не само богатство вредно по своей природе, а то отношение, которое у тебя к нему. Оно тебе мешает. Так может быть не только богатство. Такой помехой увидеть Христа в своей жизни могут быть разные страсти. У одних любостяжание в наш век, наверное, это одна из самых таких серьезных помех, когда люди надеются на богатство, нежели больше на богатство, нежели на Бога. Другая — это зависть. Третья — гнев неправедный. Четвертая — может быть злоба. Пятое — осуждение. Все грехи. Следующее может быть непочитание родителей. Человек не почитает родителей. Это мешает ему увидеть Бога, потому что заповедь, исполнение заповеди Божьей, оно открывает глаза. У этого юноши фактически глаза уже были открыты, но одного ему не доставало. Чего? У него была эта любовь к богатству больше, нежели любовь к Богу. И мы читаем далее. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все, последовали за тобой, что же будет нам? Они слышат, что он говорит, что юноше надо оставить все, чтобы последовать за Христом. Но юноша опечалился, потому что у него было богатство, богатство отошел. А Петр говорит, а мы все оставили, а что же нам? Вот он плохой, а мы вот все оставили. Да, бросили сети свои, в общем-то, рыбное хозяйство было. Что Христос говорит? Иисус сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет сын человеческий на престоле, слава своей, сядете вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилю. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые, последними и последними первыми. Что такое? Только сейчас мы читали, что Христос говорит о том, что Бог сочетал, того человек да не разделяет. А тут, говорит, кто оставит жену, матерь, и последует за мной. В общем-то, все уже было объяснено, когда была речь о скобцах. Ради кого и ради чего человек оставляет отца и мать? Какую? Кого отца и мать и детей? Те, которые препятствуют служению Богу. Если так, говорит Христос, если, например, человек живет в языческой семье, и люди заставляют ему поклоняться стихи мира сего, обогащению, зависти, злобы, обману, в бизнесе, где угодно, с чем этот мир только не сопряжен. И человек ради Христа оставляет этот мир и уходит, но, достижать благодать Божию и найти спасение своей души для Царствия Небесного становится скобцом. Тогда Христос говорит, если этот человек даже последний, то он будет первым. И он отвечает этим на вопрос апостола Петра, который так и говорит, что будет нам? И Христос говорит, если вы это все оставили ради меня, чтобы последовать за мной, то вы будете наследниками Царствия Божия. Есть более жесткие слова, помните, мы говорили уже о них, когда Христос говорит для слуха человека, который только соприкасается с Евангелием, кто любит отца или мать Божий больше, нежели меня или детей, тот не достоин меня. Потому что настоящей любовью можно научиться любить Бога и ближнего только у Христа. И здесь Христос говорит, кто последует за мной, тот будет первым. И слова, которыми заключается эта глава, многие же будут первыми и последними, а последними первыми, это он говорит о иудеях, которые, в общем-то, должны быть первыми, для которых пришел Христос, для которых посылались пророки, но они становятся последними. Такая глава, которая рассказывает нам о важности супружеских отношений, верности в супружеских отношениях, о том, чтобы мы дорожили своей семьей и без причины не искали бы развода ради того, что... Есть еще такие глупые, вот о чем я не сказал, всякие бредни по гороскопам, там люди не подходят и прочие вещи. Также говорит о том, в этой главе, как мы видели, что все, что не сделано ради Христа, не вменяется человеку в пользу. Видели, что любая страсть может ослепить человека, как с богатым юношей, за которым мы не можем рассмотреть Христа. И далее заключается эта глава, что у нас есть всегда надежда, несмотря, что когда-то мы были язычниками, были последними, но теперь, как Христос говорит, многие же будут первые последними, а последние первыми. Субтитры сделал DimaTorzok